В Иванове 18 мгновений весны. Молодежка ОНФ запустила масштабную игру по городскому ориентированию. Квесты сейчас проходят по всей стране в 30 городах России. Название перекликается как с датой выборов президента, так и со знаменитым фильмом. Молодые люди и студенты выполняют задания и ищут спрятанные коды. В любом случае все загадки, они так или иначе связаны с фильмом, знаменитым сериалом 17 мгновений весны. И всегда там фигурует либо Штирлиц, либо разведчик. И то есть они все так вот зашифрованы, очень интересно. И зашифрованы обычно в каждом слове есть какая-то подсказка. Участники квеста каждый раз словно перевоплощаются в разведчиков. За определенное время ребятам необходимо расшифровать послание и определить, на какой объект нужно выдвинуться за следующим кодом. Этот квест для команды ФГУ четвертый. Ребята уже представляют, чего ожидать. Каждый день с понедельника по пятницу приходят задания в телеграмм в 6 часов вечера. Мы его получаем и уже естественно переходим к обсуждению и выдвигаемся на место, если находим. Первый день мы были самые быстрые, сейчас входим в тройку иногда. Ну в общем все зависит от случая. Кто быстрее доедет, кто ближе живет. Поскольку точки разбросаны по городу, успех зависит еще и от удачи. А точнее от места, где ребята расположились. Помимо известного мессенджера задания можно услышать и по радио. Там загадка звучит на несколько минут раньше, чем приходит рассылка. Задание на сегодня звучит так. Полковник Исаев гулял по старинным улицам и вновь перед его глазами представала история нашей мужественной национальной идеи. В любые смутные времена мы на коне, пока мы едины. У ребят каждая секунда на счету времени на размышления совсем немного. За несколько минут молодые люди успели определиться с направлением. Да недалеко, да. Но там единственные памятники с конем. К тому же... Вот Иванова. Вот, я же тебе говорю, все нашло. Он площадь Победы Иванова. Все. У меня элитный, просто элитный в виде. А вот он, вот он. Ну да, да, да. Ну все, побежали. Стартовали буквально с места. До точки действительно недалеко. Ребята выдвинулись пешком. Шутят. С вечерними пробками ехать по городу точно нельзя. Потеряют драгоценное время. Перед площадью ребята не выдержали. Сорвались на бег, опасаясь опоздать. Но, как ни странно, на Площади Победы волонтеры с кодом не оказалось. Петя, где наш пароль? Ребята даже испугались. Подумали, что пришли не туда. Но спустя несколько минут выяснилось. Просто с заданием справились очень быстро. Волонтер не успел прийти на точку. Поздравляю. Вы реально были первыми. Пароли торжественно вручили. Рекорд по скорости сразу запечатлели на фото. Эмоции от маленькой победы у молодых людей били через край. Памятник мы тоже быстренько отгадали. Добежали мы очень быстро. Мы прям пытались быстрее прибежать. Добежали даже быстрее куратора. Так что это наш любимый код. Мы теперь очень счастливы, что добрались. Игры продолжатся до 16 марта. С 17-го подведут итоги. Победители и призеров определят по количеству набранных баллов. Наградят самых быстрых, активных и эрудированных игроков. И, конечно, назовут лучшую команду. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.